В суровые годы, с самой страшной войны, из-за парты на фронт уходили, девчонки, мальчишки. Стихи о войне, трогающие каждую душу, звучат со сцены актового зала лицея номер 6 имени Пушкина. Фестиваль-конкурс «День белых журавлей» организован театром под руководством заслуженной артистки России Натальи Бондаревой в память о защитниках Отечества. Именно 80 лет назад, именно в эти дни, осенний октябрь, ноябрь, декабрь, шли самые ожесточенные бои под Москвой. И вот по территории Одинцовского района проходила линия фронта, здесь был последний рубеж обороны, как было сказано, в постановке это лишний раз напоминает, что враг дошел сюда и дальше не пошел. Школьники со всего округа подготовили для фестиваля литературно-музыкальные произведения военной тематики. В каждое выступление вложили частишку души. Вечер воля и крича, солнце призывает, хлещи древа сгорячат, тучи отзывает, все идет, идет борьба, нет конца и края. У каждого участника белый бумажный журавлик на одежде, как символ вечной памяти о воинах, павших на полях сражений. Теперь он талисман патриотического фестиваля. В нашем округе патриотическое воспитание – это одно из главных направлений воспитания. А когда дети со сцены настолько душевно, настолько самоотдачей читают произведения, известные произведения, но слышишь их как первый раз, я вам честно скажу, слушала и вот просто таяла, я растворялась в этом конкурсе, я растворялась в этом фестивале. Здесь присоединились и наш второй лицей, и четвертая гимназия, такие очень сильные организации с очень хорошей также историей и по учебе, и по достижениям. И поэтому, я думаю, и поэтому сегодня вы здесь именно проявите себя с самой лучшей стороны. Я очень надеюсь, что этот фестиваль, он был первым, первым таким журавликом на нашей Одинцовской земле. Я очень надеюсь, что он все-таки станет ежегодным. И с каждым годом творчество ребят и детей, и уже подростков, оно будет множиться. Каждый участник получил диплом. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным и в следующем году соберет еще больше единомышленников. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.